Не обеспечивают лекарствами. Такая жалоба поступила на прямую линию президента от люберецкой пенсионерки, которая является инвалидом второй группы. После чего в срочном порядке к женщине была направлена комиссия в составе представителей Минздрава, Подмосковья, соцзащиты и сотрудников местной администрации. Вместе с ними в ситуации разбиралась наш корреспондент Яна Яковлева. Римма Андреевна Сереброва, в прошлом модельер, сейчас на пенсии живет одна. Помогают ей дочь и внук-хоккеист. К своим 82-м годам женщина перенесла инфаркт. Кроме того, страдает сахарным диабетом. Инсулин получает регулярно и бесплатно, рассказывает она. Жалуется на то, что не дают другие лекарства. Аторвостатин тоже принесли. Кардиомагнил. Он дорогой, и его, конечно, мне не принесли. Как инвалид второй группы и федеральный льготник, Римма Андреевна имеет право на все жизненно необходимые лекарственные препараты. Однако, для того, чтобы их получить, нужно взять рецепты у врача. Для этого пациентка должна постоянно наблюдаться у лечащего врача, который будет ей проводить корректировку лечения. После беседы с Риммой Андреевной стало понятно, женщина нерегулярно ходит в поликлинику за рецептами. Приобретает лекарство сама в аптеках по рекомендательному списку, который не дает права на льготы. Хотя, по словам врача 12 мая, она была на приеме и взяла рецепт. Получение лекарств в аптеке зафиксировали. Рекомендации врача-специалиста, который провел консультацию. Эти рекомендации являются советом по назначению необходимых препаратов данному пациенту. Но всегда последним словом в данном случае остается за лечащим врачом. В настоящее время этот случай взят под контроль заведующий поликлиническим отделением, которому прикреплена Римма Сереброва. Пенсионерки объяснили, что нужно ежемесячно посещать терапевта. Если больной не может передвигаться, врач придет на дом. А потом выпишет рецепт в поликлинике, где его может забрать родственник с паспортом льготника. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.